Самые величайшие во все времена и первое место в мире — это наша судьба! Приветствую, приветствую родную ассоциацию, приветствую вас, родная семья! Вижу, даже Наташа Семенова специально помахала, чтобы увидели её на первой страничке. Конечно же, друзья мои, все сердца сегодня, моё сердце сейчас разлечится к вам, и я, конечно, соберу свои сердца. Скажите, ну что, соскучились? Кто соскучился? Я, по-моему, очень скучала, друзья мои, действительно. Сегодня поделюсь опытом, и, конечно же, если зажгу несколько сердец на Батуми, конечно, я буду счастлива. Лично подойдёте ко мне в Батуми и скажете, что сегодня я услышал Веру Макаринга, поэтому я принял решение быть в Батуми. Но знаете, что хочу сразу сказать, друзья мои? Я делюсь своим опытом, и если вдруг вам что-то понравится, и вы захотите что-то взять для себя, в первую очередь подойдите, обязательно подойдите к своему наставнику и скажите, вот так-то услышала у Веры Макаринга, можно ли так сделать? Почему? Потому что самый первый человек на Земле для вас сегодня, который больше заинтересован в вашем успехе, чем даже ваши близкие, ваши родные, это ваш наставник, друзья мои. Поэтому этот человек в тесной связке, с которым вы должны идти к вашему успеху, процветанию. Ну и, конечно же, давайте познакомимся с кем я ещё не знакома. Сегодня я имею честь выступать, и вообще я человек самый счастливый на Земле, самый счастливый человек на Земле. И вы знаете, друзья мои, 4 года назад, ровно, кстати, 4 года, в августе месяце, я это состояние выбрала. Друзья, представьте, выбрала. Вот сейчас, Леночку, благодарю тебя за выступление, потому что вот как с языка сняла. Надо же, 48 прекрасных лет вообще пролетели как один миг, просто пролетели. Я даже не помню вообще, только помню, в каком году куда путешествовали, ну и там какие-то, может быть, не очень хорошие события происходили, представляете? И 4 года практически каждый месяц, каждый месяц ты знаешь, что с тобой происходило. Это такой кайф жить в этом состоянии, выбирать это состояние, потому что, вы знаете, одна из моих мечт, она уже реализовалась, я переехала к морю, я девушка из Сибири, педагог-музыкант, имею очень большое отношение к сетевому бизнесу, к построению сетевого бизнеса. Но вся моя жизнь кардинально, друзья мои, переменилась в августе месяце 2020 года. И вот теперь 4 года я с вами, 4 года я зажигаю сердца, и вы знаете, сегодня, конечно, я в бесконечной благодарности, и хочу в первую очередь поблагодарить своих звезд, которые сегодня зажглись, друзья мои, это еще одни звезды, которые, знаете, приносят настолько вот, приносят кайф, настолько приносят радость, и самое главное удовлетворение от того, что они меня слышат, наконец-то мои слова начали достукиваться до сердца, до сердец людей. И сегодня я очень благодарю свою подругу, свою коллегу, своего вообще первооткрывателя, первопроходца, который вместе со мной идет рука об руку, Людочка Бурлакова. Наконец-то я достучалась до нее, что нужна, это нужна, вот как воздух нужна лицензия, супер, а тем более она еще дает нам пропускной билет в Батуми. Она у меня стала четвертым уже человеком, который мне дал пропуск сидеть за столами с восьмым рангом. То есть я уже дважды заслужила звание пропуск, заслужила сидеть за столами с восьмых рангов. На самом деле моя цель как минимум 10 человек в первой линии вывести на Батуми. Я, конечно, в этом направлении очень-очень работаю. Конечно же, это ее прекрасная дочка, Мариночка Курбанова, это вообще человек-звезда, человек просто солнца. Это вот они буквально вчера зажглись у меня, и мы целый день, знаете, вот в этом потоке начинали. Кстати, мы вообще с покупки билетов на поезда и на самолеты, вообще представляете? То есть мы сначала это сделали, потому что у них уже все, у них уже в их картине мира уже не было другого статуса, как не супер, понимаете? Но мы так кайфовали, когда мы совмещали вот эти все поездки, как мы соединимся, где мы там встретимся, где мы состыкуемся. Это действительно большой поток энергии. И, конечно же, это огромная благодарность моей мамочке, друзья мои. Она тоже вчера стала суперинтеллект-тренером, представляете? И это ее вклад, друзья мои, потому что она тоже одна из самых первых поддержала меня, когда мы еще мастерами все становились. И это ее решение, друзья мои, потому что, ну как вы думаете, я что, не обеспечу свою маму? Ну да, конечно же, могла бы этого и не делать, но ее, знаете, ее посыл, ее вот эта любовь к ассоциации, ее видение и ее желание вот хоть как-то помочь, она, конечно же, она здесь стала в первых рядах, и я так думаю, она соберется и в Батуми. Поэтому я очень-очень благодарю, благодарю вот за этих звезд, которые вчера зажглись. Ну, конечно же, у меня безмерная благодарность ассоциации, всей команде, и, конечно же, Владимиру Довганю, Петру Силкину. Это вообще-то мега-люди, которыми я горжусь, вот безмерно горжусь каждый день. И вы знаете, я недавно нашла свое видео, четырехлетней давности, где я писала, писала благодарность, отзыв о прохождении методики Суперджамп своему любимейшему наставнику Егору Белозеру, все его здесь знают, да, который меня нашел просто методом, вот знаете, попадания, просто методом попадания через интернет. И я ему писала отзыв. И вы знаете, может, вы у меня на страничке там где-то найдете это видео, я сама над ним смеюсь, потому что, когда я себя слушаю, а я уже прошла Суперджамп, я уже зарядилась на тот момент энергией. Представляете, что было у меня до того, как я пришла на Суперджамп, хотя, когда я уже рассказывала это, я сейчас сижу и думаю, «Вера, ты что, сейчас умереть собралась или что сейчас с тобой происходит? Где твоя энергия? Где?» И я, вот как сейчас Леночка рассказывала, я питала себя иллюзиями. Представляете, сколько людей сегодня питают иллюзиями себя, что всё хорошо, что всё нормально, что в их жизни есть энергия. Ребят, я тоже считала, что у меня есть энергия. Где она была? Я смотрю, 4 года назад я уже получила от Суперджамп энергию, но её нет, её нет, понимаете? И вот за 4 года, как я натренировала себя и показываю теперь всем, что состояние, друзья мои, можно и нужно тренировать. И вот это наш, конечно, это наш вообще просто, это наш ноу-хау, это то, что мы несем миру, это то аналога, в чему не существует. Ну и, конечно, друзья мои, кто о чём? Мельник о ветре, да? О чём я сегодня буду говорить? Да, конечно же, о поездке в Батуми. И, вы знаете, назову вам 3 причины, почему вам надо там быть. Вот прям себе запишите. 3 причины, почему мне надо быть в Батуми. Друзья мои, вы знаете, вот как я уже вчера сказала, театр начинается с вешалки, да, а у нас поездка, она начинается уже там с принятия решения. Вот ты принял решение, всё, ты уже другой человек. Ты уже там, ты ещё даже не выполнил условия, но ты начинаешь подготовку, ты берёшь билеты, ты думаешь, у тебя все мысли там, у тебя фокус там. И у тебя люди появляются, понимаете, у вас люди появляются. И нам нужно, вот знаете, выехать вот на эти сборы. Понимаете, что такое сборы? Видели, да, или может быть, вы сами спортсмен, да, вы выезжаете. Почему выезжают на сборы? Да потому что они убирают всё ненужное, вот этот информационный шоу, и погружаются вот в эту атмосферу, вот в эту среду. И вы знаете, многие думают, что только 14 сентября будет мероприятие. Конечно, это главное мероприятие, это бесспорно главное мероприятие. Но вы понимаете, что вы, вот даже не осознавая того, что у вас вокруг этого мероприятия до 14-го, и после 14-го, вы же не на один день туда приедете, понимаете, кто-то на 3, на 4, на 5 дней. Но все вот эти дни, друзья мои, вы будете незримо впитывать в себя атмосферу. Поверьте мне, человеку, который, знаете, прошёл уже очень много семинаров, и я знаю, что такое вместе выехать и вместе находиться, вместе дышать одним воздухом, вместе жить, вместе завтракать, вместе ходить на упражнения «Будьте здоровы», вместе делать смехозарядку. Вы понимаете, что мы начинаем уже в самолёте, уже кто-то в поезде, понимаете, вы уже сели, вы уже начинаете пропитываться, потому что ваш наставник с вами не может находиться 24 на 7. А там мы вот целую неделю, это реально будут сборы, понимаете, мы будем реально пропитывать друг друга, и вы это не будете осознавать, потому что это нельзя потрогать, мы работаем в метафизическом мире. Вы действительно будете просто, как вы знаете, как переливающиеся сосуды, вы будете просто вливать, вливать, вливать вот это всё в себя, а потом вы приедете, вы приедете абсолютно другим человеком. Вот, ребят, на самом деле, вы приедете другим человеком. А что значит другим человеком? Море по колено вам будет, потому что мы же в Батуми, мы же заявим о себе. Как вы думаете, если тысяча человек в полоинтеллект-тренера выйдут на набережную и начнут делать там «Будьте здоровы», как вы думаете? Кто-то будет в окошке подсматривать и скажет, что это за чудаки такие, там вот в каких-то цветных там поло, да, и начнут нас снимать, правда? Они же начнут нас снимать, и они будут раскидывать эти фотографии, эти видео, они же будут по миру раскидывать. И мы, представляете, какой мы фурор там произведём. Ох, держись, Батуми, друзья мои. И ты-то частью можешь этого действа стать. Ты либо там, либо не там. Но если ты туда приедешь, у тебя действительно вот твоя степень, твоя степень уверенности, друзья мои, всё. Вот моим глазам свидетелей не надо. Вы знаете, у меня есть два случая, о которых я очень хочу рассказать. Один великолепнейший, у нас прям победа состоялась вот на прошлой неделе. Один из чудеснейших интеллект-тренеров в моей команде, Алексей Джумайло, он покорил вершину горы, друзья мои, Эльбрус. И не просто покорил, а он поставил, водрузил флаг, суперджамп на этой горе. Представляете? То есть первый интеллект-тренер, который вот так вот поставил флаг на Эльбрусе. И знаете, что самое интересное? Когда мы начали вот эти вот видео, фото, когда мы начали в соцсетях распространять, так скажем, да, радоваться за него, знаете, что написали одному из моих тренеров в комментариях? Знаете, что написали? Паша, лапшу и стряхни с ушей. Ты что, не видишь, что это очень хорошая компьютерная графика? Представляете? Что еще говорить? Люди обо всем будут сомневаться, люди всегда будут вас где-то пытаться подковырнуть, люди всегда будут где-то пытаться полить вас грязью, но как вы будете реагировать? Как вы будете реагировать, если у вас сегодня еще есть сомнения, вы еще не крепки, вы еще не знаете, что такое отказы, или сдались при первом отказе же, или вот когда вам кинули какую-то статейку из интернета, вы понимаете, что вы приедете в Батуми и вы станете другим человеком. Мне недавно песня вспомнилась, я очень люблю песню, ордена не продаются, вы знаете, когда я была юной, был очень популярный ансамбль «Голубые береты», наверняка кто-то знает, да, и, кстати, наш Артем Яровой так скромно помалкивает, что, оказывается, его папа основатель этого ансамбля, художественный руководитель, вот, но я практически знала все песни, знаю все песни наизусть из репертуара этого коллектива, и вы знаете, что интересно, что вот эта песня «Ордена не продаются», я вам даже, вот кто не знает, я вам сейчас навею, да, вот как слова, на вокзале Паухов сказала «Как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана, где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям, сам такой молодой, да только совести грамма не будет, весь такой загорелый, видно с отдыха, с жаркого юга, там на папины деньги гулял, веселился бездумно, ты сними, не позорь, фронтовые седины, что ты знаешь, сынок, о войне, ничегошеньки милы», и он отвечает «Что бы я ответил этой старушке, не обидив бы старость, но слова в оправдание не лезут, я бы вспомнил вот это небо афганское, я бы вспомнил, что там происходило, но как я могу обидеть эту старость, понимаете, и я только орден рукой прикрыл, чтоб обидой не пачкать, ребят, вот вы знаете, что такое произойдет после Батуми, вы просто будете вот так вот суперджам прикрывать рукой, чтобы не пачкать, не пачкать об тех людей, которые будут хайпить, которые будут говорить «Вы сектанты, у вас там какие-то еще, вы там пирамиду строите или еще, такие люди были, есть и будут, потому что мы первопроходцы, потому что люди не понимают вообще, куда они попадают, но мы же не будем им, чужим людям, которые вам вот несут вот эту грязь, мы же не можем им за одну минуту объяснить, что происходит внутри, как скрепляются семьи, как человек начинает себя вести, как он начинает верить в себя, как он начинает проявлять себя, мы же не можем ему объяснить «Как тебе это объяснить?» Когда у нас семьи сходятся, когда люди налаживают отношения, когда люди вообще в принципе уже хотели уйти из жизни, и они приходят и начинают жить заново, потому что они проявляют свою сверхцель. Как дети начинают любить своих родителей, родители перестаются ругаться со своими детьми. Как мы это расскажем, если я это только вижу на тренировках, понимаете? Я только вот так вот рукой буду прикрывать суперджам, чтобы не пачкать его, понимаете? И просто идти дальше, искать своего человека, потому что свой человек все равно найдется. Но, друзья мои, Батуми, вот эта поездка в Батуми, она усилит вот эту степень веры, она усилит вот эту вашу толстокожесть, вам действительно будет море по колено, потому что моим глазам свидетелей не надо. Потому что я подойду, обнимусь с Раисочкой Климовой, сегодня она будет у нас выступать. Потому что я обнимусь с Робертом Ра, с Наташей Семеновой, с Артемом Яровым, с простите, может быть, не всех сегодня я вспомню, с Расулом Зулкашевым, с Ирочкой Кожевниковой, понимаете? И я, когда их увижу, когда я с Маликой, с Баужаном, да, она недавно показала, какие чеки, я же буду знать, вы посмотрите, какие чеки у людей, все, моим глазам свидетелей не надо. Вы мне будете здесь говорить, что мы там не зарабатываем, что мы какие-то там ненормальные люди. Все, у вас уже будет вот эта степень веры. Дальше, друзья мои, это упущенная возможность. Вы знаете, что очень удивительный момент, когда ты не сделаешь то, чего ты очень хотел, вот ты очень хотел, и ты этого не сделал. Ты это увидел потом у нас в соцсетях. Мы же все равно будем выступать. Мы даже вот так будем продолжать проводить Академию Величайших Лидеров, но мы будем в одном окошечке, представляете, вот всей-все-все-все вот там вот командой встанем по командам и будем вот так вот вам показывать, где мы. И знаете, вот это вот степень чувства, вот это сожаление, оно очень сильно высасывает. из вас энергию. Энергия уйдет. Если вы хотите быть в Дубае, так вы приезжаете сначала в Батуми, и вы на самом деле удвоитесь, вы удесятеритесь даже. Даже поездка в Дубай, она просто уже даже не станет вопросом каким-то. А вот если вы не приедете туда, друзья мои, вам придется еще восстанавливать энергию, потому что на сожаление действительно очень большой слив энергии уходит, что вы будете сожалеть о том, что вы не с нами. Ну и конечно, друзья мои, все же говорят, упираются-то в деньги. Ну разве деньги это такой ресурс, который невосполнимый? Деньги это восполнимый ресурс. А вот, друзья мои, энергия, время, упущенная возможность, друзья мои, это нельзя. Никакими деньгами это измерить. Вы понимаете? Деньги просто нужно фокус поменять. Да где мне эти деньги? Деньги, они просто найдутся только тогда, когда вы будете думать о команде. Вы будете думать о том, сколько я человек привезу, на чем я туда поеду, как я вообще буду там, как я буду там находиться. И вот тогда, друзья мои, вот это вот из будущего, вот это вот из будущего энергию вы привлечете сюда, и однозначно к вам потекут, просто потекут суперинтеллект-тренеры. Но еще, конечно, друзья, последнее, что хочу сказать, мы даже сейчас представить себе не можем, насколько вас, к чему вас приведет суперлицензия в будущем. Вот вы же сейчас даже представить не можете. А я, поскольку человек очень воображаемый, так скажем, да, я очень люблю воображать, я вам сейчас такую нарисую картинку. Представьте, что вы пришли сами к себе из будущего, представляете? Лет через 10, например, да, вы же побывали там, вы уже знаете, что вы мультидолларовый миллиардер, и вы сейчас к себе возвращаетесь, и стучитесь к себе, и говорите, Людмилочка, это я, Людмилочка, Николай, это я, Николай, к тебе сейчас постучался, Леночка, да, Владимир, это я к вам постучался сейчас, это я из будущего, вот, посмотри, вот, я уже мультидолларовым миллиардером стал, а ты что, не можешь найти сейчас там 5 тысяч долларов, ты что, не можешь найти сейчас на суперлицензию? Как вы думаете, найдете? Найдете? Если вы себя 100% будете видеть в будущем уже, вот в таком статусе, вы уже будете видеть свои команды, вы уже будете видеть суперджамп, как он вообще, как он на планете, как он востребован, друзья мои, как все ходят с резиночками, как все здороваются, как все улыбаются, стоят школы суперджамп, это в тренде, вы понимаете, когда вот это вы будете видеть в своей голове, и, ребят, вопрос денег, он просто отпадет сам собой. Ну и, конечно же, в завершение я хочу поблагодарить всех сегодняшних присутствующих, вас, дорогие сердца, потому что именно вы наполняете Академию наших величайших лидеров, вы наполняете своими сердцами, конечно же, наших основателей еще раз, и, конечно же, весь наш педагогический состав, и сейчас прямо, знаете, вдохновлюсь и передам слово, ну, хочу прям наполнить, и, конечно, Петр сейчас передать слово, Раисочка Климова, как же я хочу обнять тебя, как же я хочу уже побывать в твоих объятиях, как я хочу просто прижаться к тебе и напитаться твоей мудростью, потому что вот это, знаете, вот ее мудрость, граничащая, да, благодарю Пётру, ее мудрость, граничащая вот с этой, знаете, с какой-то детской непосредственностью, искренностью, такой интеллигентностью, такая просто, ну, воздушная, просто, понимаете, воздушная, и, конечно же, очень-очень красивая, яркая наша Раечка Климова. С удовольствием сейчас идем на закрытую школу. На закрытую школу, друзья мои, да ради этого нужно зажигать сердца, это один из факторов, чтобы побыть вот на таких школах с такими великими людьми, поэтому благодарю, благодарю, и, конечно же, Петр передает этот волшебный микрофон самому важному, самому главному человеку на Земле, который действительно в течение уже больше года вот так нас вдохновляет и каждый день дисциплинированно показывает нам, например, Петр, это все вы. Я так мечтаю тоже побывать в ваших объятиях и точно так же обняться и сказать, что мы с вами великая сила. Благодарю, благодарю.